Бельевые гирлянды на фасадах, пожалуй, из того немногого, что осталось от старого до Олимпийского Сочи. И скоро эта многолетняя традиция тоже уйдет в прошлое. Во всяком случае, городские власти обустроили во дворах сушилки и просят жителей начать ими пользоваться. Нет, сама по себе идея хороша, то есть сделать город более культурным, благородным, да? Такова лепта каждого сочинца в создании уюта, в то, что специалисты по градостроительству и благоустройству называют единой архитектурной концепцией. Общее визуальное восприятие города комфортное. Раз. И второе, действительно, создание условий для жителей и гостей города. Это были те основы, которые закладывались, по большому счету, в этой концепции. Три года ремонта преобразили весь центр. Отремонтированы дома, обустроены сотни детских площадок, новые тротуары, художественное озеленение. К осени закончится замена инженерных сетей, уложат свежий асфальт. Останется привести к общему знаменателю уличную рекламу. Рекомендуемые вывески на красно-коричневом фоне, белым шрифтом. Есть примеры небольшие, вот три вывески. Но, тем не менее, мы рассматриваем, департамент архитектуры рассматривает варианты более отступления от этих параметров. Может быть, это будут объемные буквы. До конца лета пестроты на улицах поубавится. Конечно, сложившиеся брендовые гаммы останутся прежними. Но это касается крупных сетевых компаний. Большинство бизнесменов понимают, что такое товарный вид. Идут навстречу. Нерадив их немного. Быстро-быстро опускают жалюзи, причем грязные жалюзи. Да, и мы им предложили вариант улучшить этот внешний вид. На столике недопитый кофе, роллставни перекосились от попавшего под них ведра. Экстренное закрытие магазина его владелец по имени Артур делает, завидев комиссию. Ведь его фасад – образец того, как быть не должно. Реклама, которая висит в разном стиле, на разных уровнях, разной манерой изготовления. Сделать фриз, закрыть эти кондиционеры. В общем-то, работы не так много было бы. В Красной Поляне единая архитектурная концепция воплощается со своей горной спецификой. Упор на камень и дерево, коричневые, бежевые и зеленые тона. Дом Читы Калайдзидис тоже будет выдержан в этом стиле. Джордж – коренной австралиец, но предки из Красной Поляны, Катерина – русская. И когда узнали, что здесь будет Олимпиада, приехали в Россию. Решили строить. И концепцию поддержали. Мы хотели сделать кованые балконы, чтобы дом выглядел, как замок. Но нам порекомендовали ольпийский стиль, деревянное оформление. И нам это нравится. Здесь даже электроподстанции в стиле. Если бы не колючая проволока и предупреждающие знаки, в голову и не пришло бы, что за стенами шале – трансформаторы. Гостям Олимпиады и позже и курорта Сочи ничто не должно портить отдых. Слово за сочинцами им осталось лишь демонтировать со стен сушилки.